Думайте о своем наставнике, потому что когда тебя хвалят, у тебя два варианта есть. Или ты считаешь себя Богом, и тогда разрушаешь веру в человека, он не сможет развиваться дальше. Или вспоминаешь своего наставника и понимаешь, что он дает знания через тебя. И тогда от человека есть дальше возможность развиваться. У меня просьба, кто-нибудь подойдите из мужчин, чуть-чуть стол подвинуть надо вперед, потому что мне прожектора немножко слепят, они слишком, ну немножко уголок такой вот есть и меня ослепляют постепенно. То есть надо чуть-чуть ближе стол поставить, чтобы прожектора меня не убивали, возможно, сведеть. Чуть-чуть, вот так, отлично, отлично, ага, все-все-все-все-все-все-все. О, нормально все, отлично, спасибо. Меня видно? Нормально? Я сияю, как прежде? Все отлично, а то вы увидите, что человек не сияет. Разочаруюсь. Ну ладно, шутками, шутками. Этот опыт очень важен, то есть видите, люди, в данном случае у них и так было все хорошо, стало еще лучше. Девушке понадобилось синенькам, не так много сил, времени, у них в принципе карма не такая тяжелая. А вот сзади женщина сидит, я точно знаю, что она трудилась очень сильно над отношением. Я вижу, что она просто переломала судьбу, она повернула ее вспять. Понимаете, есть разные случаи, но чаще всего в любом случае человеку кажется, что ему невозможно ничего сделать, у меня особый несчастный случай. Понимаете, вот чаще всего так. И неизвестно, сколько надо лопатить, но лопатить никто не хочет вообще нисколько, понимаете. Просто сразу крест на отношениях и до свидания. А на самом деле, если бы мы знали, ну что за человек, как к нему относиться, как устроен мужчина. Допустим, многие женщины вообще не знают, как с мужчинами обращаться просто и все. Они думают, что вот, как бы терпела, терпела, потом раз и ушла. И это вообще неправильный стиль. Ничего не надо терпеть вообще ни одной секунды. Только начал выкаблучивать, раз к маме, все, на пару дней. Ну сразу, знаете, такое как ягненочек становится мужчина, меняется, вот реально. У него внутри столько мягкости у мужчины, доброты, просто он всегда снаружи делает очень крутой вид всегда. Особенно, если он видит, что женщина поддается, что есть возможность какая. Вот молодец, камеру поправил. Молодец, умница. Вот если, допустим, он видит, что женщина поддается, можно как бы, она верит его крутизну, то сразу же мужчина начинает еще более крутой вид делать, понимаете? Это бесконечно, пока не остановишь его. То есть, конечно, нужно делать, ну быть смиренной рядом с мужчиной. Но он должен знать, что иногда жена может быть очень строгой. Если он начинает загибать, она раз, как бы все. Не надо причем капризничать, ничего, просто раз. Раз, на недельку до второго я уеду в комаров. Все. Просто сразу раз и все. И мужчина трезвеет, это трезвение. Отрезвение происходит тремя стадиями. Первая стадия, он злится, угрожает. Говорит, да я там вообще, как бы, весь мир мне подчиняется. Вторая стадия подлизывается. И третья стадия, он начинает искренне себя вести. И вот на этой третьей стадии надо уже, как бы, по-доброму опять вернуться назад. И все. Как будто ничего не было. Все нормально в отношении. Понимаете, просто мужчина любит действия, поступки. Вот мужчине слова вообще не алло, ни о чем. Также мальчика тоже надо воспитывать. Вот мальчику говорите, не балуй. И вообще ноль, ноль эмоций. Это вообще ни о чем. Мальчику надо сразу, для мальчика надо сразу совершать поступок. Пойдем, постоишь в углу. 15 минут в углу. Все, мама, я все понял. Хорошо, делай как надо. Он даже еще не стоял в углу, но уже все понял. Потому что совершается поступок уже, понимаете. Но если мальчику говорить, будь хорошим, понимаете, не балуйся. Это вообще ни о чем. С другой стороны, девочке никогда не надо, наоборот, поступками наказывать. То есть надо всегда ей очень по-доброму говорить. Надо посадить ее, успокоить, по-ласково, по-доброму сказать, она все поймет. Девочке надо все говорить по-доброму, а мальчику не надо ничего вообще говорить. Надо просто всегда совершать поступки рядом с ним. И все. Точно так же мужчине нужны поступки. И никогда не нужно, мужчину не надо бросать. Надо просто ему показать, демонстрацию силу сделать. Просто показать, что вот так бывает, можем жить отдельно. Первая стадия гнев, вторая стадия подлизываться, третья стадия искренности. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Просто надо понять психику, понимаете, психологию человека и все. Или, допустим, психология женщины. Она тоже для мужчины непонятна. Вот понимаете, женщина, когда начинает тебя подкалывать, колоть, пытаться вывести из себя, понимаете, он думает, так. Она ему говорит, я тебя никогда не убила. Ты мне вообще не нужен. Других парней в тысячу раз лучше есть тысячу штук. Она ему говорит так. У ней только одна цель. Чтобы он перестал быть таким упертым, как баран. Чтобы он почувствовал себя неустойчиво. Разозлить его там или вывести из себя. Но если мужчина понимает характер женщины и психологии, он вообще не обращает внимания на эти слова. Как будто их не было. Он понимает, что женщина, это говорит просто из злости. Вот у мужчины такого нет, чтобы он из злости начал вот так делать. Чаще всего мужчина так себя не ведет. Но женщина имеет право. И она на следующий день говорит, ты что, дурак, не понимаешь, это я просто из злости все делала. Я на самом деле тебя люблю. Правильно, девушки, так же бывает или нет? Да? Поднимите руку, у кого так бывает. Видите, почти у всех. Ну некоторые постеснялись, у них тоже так бывает. А мужчины вот верят. Она сказала, все, он ей поверил, все. Что вот, она меня не любит на самом деле. Это просто вот женский стиль поведения, все. Ему разумный мужчина, он вообще как бы слушает, как будто ничего не сказано было. И тогда она ему еще больше начинает верить. Он был тот хороший человек. Если мужчина хотя бы один раз выдержит женские капризы спокойно, женщина так становится счастлива с ним. Ей так нравится этот человек. Она думает, как, господи, какой хороший человек. Даже мои капризы вытерпел. Подтверждение. Представляете, как женщине важно, чтобы мужчина был устойчивым. Потому что женщина как раз замуж и выходит, потому что она сама неустойчивая. У нее психика постоянно течет. Она не может уравновесие в жизни найти. Постоянно то одно беспокоит, то другое. Где же найти прибежище? Где же найти устойчивость, чтобы все спокойно в жизни стало? Хоть женщина источает из себя вот этот аромат спокойствия и нежности, внутри у нее постоянное беспокойство. Ей нужна устойчивость. И когда она видит, что у нее такой муж, который спокойно относится к ее эмоциям, она так счастлива. Ей так хорошо от этого становится. Она думает, господи, спасибо, судьба, за то, что у меня такой человек есть. Другими словами, нужно постигать этот мир, пытаться обмолиться и понять невозможное. Есть вещи, которые труднодоступны для сознания. Женщине очень трудно понять, насколько мягкий мужчина-человек. Насколько он добрый, мягкий, нежный по природе. Мужчина внутри. Если она это понимает, то она вообще и тогда не беспокоится о том, как вести себя с этим человеком. Она не обращает внимания на его там. Это все внешнее. Если вы хотите своего мужа понять, почаще подходите к нему, когда он засыпает. Он становится самим собой тогда. Маски все слетают, он становится самим собой. Подойдите его, поглавьте по голове его, посмотрите ему в глаза. Увидите его как человека. Он вот такой вот добрый, мягкий человек. И он засыпает. Когда он начинает покаблучивать, вспоминайте именно этот образ. И он сразу будет успокаиваться. И женщины, которые обладают такой силой, помните своего мужа, вот какое он на самом деле, из сердца. И они мужчину своего успокаивают в секунду. Вот смотрите, допустим, пример. Допустим, какая-то встреча какая-то, и муж начинает пылить. Он там доказывает. Да я там 30 лет этому отдал, я все знаю в этом опросе. Вот, ну, как мужчина обычно делает. Женщина просто подходит, его жена так раз, ему руку на плечо. И он пшшшш, и сдулся. Ну, эти просто вот, одно прикосновение, он раз, и обмяк сразу. Почему? Потому что она его знает изнутри. И она контролирует в результате его психику таким образом. Не то, что с собой в отношении, а со всеми людьми. Но это означает глубокая сила уже, глубокое влияние. Или женщина, она по природе такая очень нежная, мягкая, как цветочек такая. Она очень такая чуткая, мягкая, добрая, как цветочек внутри. Надо ее тоже понять просто. Надо почувствовать ее как личность. И когда мужчина это чувствует, как бы она себя ни вела, он к ней вот именно так относится, как он ее чувствует. И она тоже сразу приходит в себя. Понимаете, это называется уважение. То, что я вам сейчас рассказываю. Уважение означает почувствовать человека изнутри. Не внешне, как он из себя чукорчит, а изнутри. И тогда сразу приходит победа над судьбой. Тут же. Но чтобы почувствовать человека изнутри, надо внутреннюю жизнь организовать в своей жизни. Потому что мы даже себя изнутри не понимаем. Не то, что другого человека. Мы даже себя не чувствуем. Не то, что другого кого-то. Вы свою-то чистоту чувствуете или нет? Не свою правду и свою красоту, а чистоту души своей надо почувствовать. И стремиться к ней, жить вот по этому чувству, надо учиться человеку. Это означает жить по совести. Когда человек внутренней жизни живет, то ему открывается очень много. Молитва. Внутренняя жизнь означает молитва. Я тысячу раз об этом говорю, и все равно завтра утром из вас большинство не будет ее читать. Почему? Потому что очень трудно себя направить на внутреннюю жизнь. Очень трудно. Поэтому надо тысячу-тысячу раз человеку об этом сказать. Но если человек все-таки сможет это сделать в своей жизни, тогда постепенно, через год, через два, жизнь не узнаешь. Жизнь станет совсем другой. Ее уже не узнаешь, свою жизнь. Она меняется полностью. Полностью меняется. Надо просто понять объем работы. Допустим, вы говорите, а мы не нежность и не эхо друг друга. Ну и что? Это просто ваш объем работы. Каждая семья должна к этому прийти. В этом результат человеческой жизни. Не цель человеческой жизни, а результат. Цель человеческой жизни – это Бог, это Солнце. Иди за Солнцем следом. Хоть этот путь неведом. Ведомо что? Как зарабатывать деньги, как машину покупать, как квартиру. А вот идти к Богу – это тайный путь. Его трудно понять. Но именно туда человек и должен идти в своей жизни. Это и есть дорога добра. Потому что, когда человек думает только о том, как ему деньги заработать, это и есть дорога зла. Есть демонично настроенные люди, они думают только о себе в жизни. А есть божественно настроенные люди, они думают о Боге, о других. Понимаете, это и есть дорога добра. Хоть этот путь неведом. Люди не знают этот путь. Они думают, что такого пути не бывает. И дорога добра означает понять тайну человека, простить его, принять его даже в той ситуации, когда он изменил, или сделать глупость какую-то серьезную. Вот это и есть дорога добра. Дорога добра не означает найти себе получше человека, как некоторые думают. Дорога добра означает найти в человеке, с которым ты был или есть, самое лучшее. Вот это дорога добра. Если человек встает на этот путь добра, он счастлив становится. Неожиданно он открывает новые горизонты в отношениях. Вот я приеду через год, вы мне расскажете, как вы нашли в своем муже столько хорошего, от которого ушли. Расскажете, вы уже будете в это время с ним вместе жить. И расскажете мне его хорошие качества. Я обязательно вас спрошу через год. Понятно? Раньше. Раньше не получится. Вас же много у меня таких? В некоторых городах вообще я никогда не был. Люди ждут. А к вам каждый год приезжаю. Я с женой в разных комнатах с ней сплю, с своей женой. Нормально? Понимаете, когда люди вместе спят, они истощают друг друга. Энергия любви должна быть загадочной и долгожданной. Например, я уехал на месяц, я приезжаю домой, любовь становится глубже, потому что люди не виделись. Разлука, она увеличивает любовь. Но когда люди спят вместе, они надоедают друг другу. Не значит, что вы сейчас прям разошлись по комнатам. Это будет шок для вашего близкого человека. Не нужно увеличивать стандарты своей жизни искусственной. Не нужно пытаться искусственно что-то делать. Живите, как вы живете. Просто знайте, что когда вы чуть-чуть дистанцию держите телесную друг от друга, сладостей в отношениях становится больше. А если вы пытаетесь прилипнуть друг к другу, тогда становится меньше. Люди просто привыкают друг к другу и все. Понимаете, поэтому в древней культуре были женские покои, были мужские покои. То есть это означает, что женщина должна в женской среде в основном проводить время. А провождение времени с мужем – это сладкое время. Заметили, что если у вас выходной, вы вместе находитесь день, то в конце дня уже начинаете ругаться. Почему? Потому что устают люди друг от друга. Обмен энергии истощает. Обмен энергии между мужчиной и женщиной истощает отношения. Отношения не должны длиться слишком долго вместе. Люди не должны приклеенными быть друг к другу. Нужно всегда, чтобы была и разлука, и встреча обязательно в жизни. И тогда больше счастья. Но, опять же, понимаете, в зависимости от развития семьи и личности, есть разные стандарты совместной жизни. И поэтому не нужно искусственно пытаться что-то делать. Эти искусственные вещи всегда разрушают жизнь. С ребенком нормально, он чувствует заботу, защиту от матери. До пяти лет нормально. После пяти лет не надо уже спать с ребенком. Надо его отделить, чтобы он чувствовал также и развитие. А то он маменькиным сыночком будет. Всю жизнь на защите не проживешь. Нужно начать чувствовать этот мир, пытаться самому как-то выжить. С пяти лет ребенок должен уже развиваться. Материнская энергия уже не должна так сильно на него влиять в это время. Материнская энергия – это энергия спокойствия, защиты и сна. Но ребенок должен пробуждаться в жизни, он должен стать активным, должен учиться жить. Мальчик вообще после пяти лет должен больше мужское общение иметь. То есть может быть отцу некогда, но тогда нужно его в секцию какую-то отдать. Но он должен больше мужского общения иметь, вообще мальчик. А девочка, она должна с мамой всю жизнь и очень близкие отношения строить. Всю жизнь. Но спать вместе, иногда можно даже с мамой вместе спать, девочки, можно иногда. Но не постоянно, иначе она прилипнет слишком сильно, ее потом не оторвешь. Ну, девочку, смотрите, если она уж сильно прилипла, то может не обязательно слишком сразу ее отрывать. Девочки прилипают сильно, прилипают. Женская природа – это приклеиваться. Женщина ко всему приклеивается. Вот, допустим, она, допустим, где-то живет, она приклеилась к этому месту. Ее потом не оторвать. Он говорит, ну все, меняем жилье, увеличиваем жилплощадь. Она говорит, нет, нет, здесь будем жить, мне здесь нравится, так квартира мне не подходит. Часто так бывает у женщин. Если мальчик не отрывается. Мальчик не отрывается, понятно, он же любит женскую энергию. Любой мальчик. Я с ним сначала с муасом, потом с муасом, потом с муасом, потом с муасом. Одна на всех, да? Одна на всех мы за ценой не постоим. И муж тоже без вас не засыпает, да? Никто и без вас не засыпает. Видите, какая вы на расхват? Тяжело. Тяжело, понятно. Ну, отучайте, значит. А как он сейчас не плачет? Плачет. Нет, нет, нам не плачет. Муж не плачет? Ну, нормально. Хоть муж не плачет, да то хорошо. Видите, вот так женская любовь, женская энергия так сильно нужна, видите, мужчинам. Вы же одна на трех мужчин. Вот так вот на расхват. Бог поможет вам как-нибудь. Я не знаю, что посоветовать в этой ситуации. Все нормально, хорошо жить. Вы любимая, значит, для всех. Так? Да все нормально будет. Надо не думать о том, чтобы сделать какой-то отказ, надо думать о том, как развивать ребенка. Если вы его отдаете в секцию какую-то, ну, то есть, если вы в позитивном направлении мыслите, вы ему даете силы жить, тогда он забывает про слабость. Ну, то есть, почему ребенок с мамой спит? Потому что он защиту чувствует, понимаете? Но если вы ему дадите силы, то ему не нужна будет защита. Сделайте своих детей сильными. Пускай они развиваются, как мужчины. Слушайте меня внимательно. Слушайте, пожалуйста, это очень важно. Я еще раз, тысячу раз это буду повторять, пока до вас не дойдет. Невежественные люди все одинокие, даже если они живут большой семьей. Когда человек находится в невежестве, он озлоблен, обижен, его вера во все разрушена. Понимаете? Он не может быть ни с кем близок, даже если люди его окружают. Человек в страсти, он вроде бы не одинок. Но он одинок по факту, потому что его окружают только деловые отношения и отношения наслаждения. В семье он наслаждается отношениями, а на работе строит деловые отношения. Близких, глубоких отношений ни с кем нет, потому что он не знает, что такое духовная жизнь. Он не знает, что такое внутренние отношения. Мы эхо, мы долгое эхо друг к другу. Он не сможет быть ни с кем долгим эхо. Поэтому и семья у людей в страсти разрушается, потому что они не поняли юмора, не поняли друг друга. Не поняли, что за человек с тобой находится. Нет понимания. Если видишь только внешнее, его агрессию, злобу и так далее, а внутри его не поняла. И реагируешь на внешние вещи, значит, он уходит. Ты его внутри не чувствуешь, не можешь успокоить. Люди в благости не бывают одинокими. Слушайте дальше. Люди в благости не бывают одинокими, потому что люди в благости, они строят очень близкие отношения со всеми, не только с мужем и женой. Люди в благости означают, это люди, которые находятся в какой-то вере. Верующие люди, они общаются друг с другом. У них есть наставники, соратники, есть семья большая, понимаете. Если женщина одна с ребенком, то и она верующая, то ей помогают воспитывать ребенка мужчины, которые находятся в ее вере и которые как бы заботятся о ней как отцы. Вы пытаетесь это понять, что в духовной среде, в религиозной среде люди не бывают одинокими. Вот кто из вас находится в религиозной среде, несмотря на то, что вы одна, без мужа, вы не чувствуетесь одинокой. Поднимите руки. Вот, пожалуйста, куча таких людей. Вот посоветуйте с ними, поговорите, они вам расскажут, как это так бывает. А так как вы говорите, я одинокая, у меня нет мужа, это значит, что вы в страсти находитесь. То есть вы, если бы вы были в невесте, вы бы на лекцию не пришли. Видите, она мне повторила вопрос. Я вспомнил сразу историю с одним духовным учителем, моим духовным учителем, дедушкой, так как бы, духовного учителя, моего духовного учителя. Была такая история, к нему подошел один ученик и говорит, пожалуйста, я женился, расскажите мне, как мне строят интимные отношения с женой, чтобы мы были счастливы. Он говорит, чтобы были счастливы, рассказываю. Нужно тебе очень ответственно относиться к своей семье, заниматься духовной практикой и также зарабатывать деньги. Потом, когда ты зарабатываешь деньги, нужно с женой обязательно приготовить побольше еды, пригласить друзей и всех кормить. И также кормить соседей и птиц. И тогда вы будете счастливы. Он говорит, вы знаете, вы, наверное, не поняли вопроса. Я вас хочу спросить, как мне интимной жизнь жить с женой? Мы только создали семью, и вот я как бы жил в отреченной жизни, и я не знаю, как вот с женщиной строить интимные отношения. Он говорит, сейчас я тебе расскажу еще раз. Нужно понять, что счастье в личной жизни возникает, если мужчина становится ответственным. Он обязательно должен заниматься духовной практикой в семье и также зарабатывать деньги. Если ты приносишь деньги в семью, то обязательно надо побольше приготовить пищей, не только для себя. И накормить так же своих друзей этой пищей, соседей и даже птиц. И тогда, когда в вашей семье будет бескорыстие, тогда вы обретете интимные отношения счастливые. Он говорит, вы знаете, мне кажется, вы не поняли моего вопроса. Привитирался, спрашиваю. И он третий раз ему сказал то же самое. Повторяю вам второй раз. Смотрите, когда женщина находится в благости, то она не может быть одинока. Даже у нее, если есть сын, допустим, сын, мужа нету, то она, когда находится в благости, она живет в большой семье духовной. И в этой большой духовной семье мужчины заботятся об этом ребенке. И у нее нет ощущения, что она одинока. В древней культуре многие женщины были одинокими не потому, что их бросали мужья, а потому, что мужья погибали в войне и так далее. И они все равно, эти женщины, не чувствовали себя одинокими, потому что они жили в большой семье, где люди заботятся по-братски друг о друге. Понимаете, вам надо обрести веру в свою жизнь, найти ту веру, в которой вы хотели бы жить. И тогда вы найдете себе, найдутся сразу автоматически мужчины, которые займутся воспитанием вашего ребенка. Теперь еще раз задайте тот же самый вопрос. Все, вы уже поняли? Третий раз не надо задавать? Больше того, вам скажу, когда человек находит свою веру, женщина, то так как она начинает заниматься духовной практикой, она как женщина лучше становится. И так как у нее мозги просветляются, она лучше видит мужчин. А когда женщина кого-то видит, она до того и выходит замуж. Знаете, как работает женская энергия красоты? Она всегда привлекается тем, что может привлечься, чем может привлечься. Поэтому, когда женщина развивается как личность, она начинает замечать другой тип мужчин и влюбляться в них, чем те, которые принесут ей страдания. И поэтому она влюбляется как раз в нужных людей. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Что? Ну, без отца вырос мальчик. Ну, присущий ему женский четкий характер. У него перепад настроения. Может, возьмете микрофон, а то я все буду пересказывать за вас. Ну, его просто надо задушить и все. Что, бороться-то зачем бороться? Надо придушить его все. Когда спит, да? Хороший человек, когда спит. Это объем работы. Вот человек, допустим, мужчина вырос в семье без отца, да? Это значит, вам положен такой мужчина по судьбе. Вы это приняли? Вот, значит, вы находитесь на первой стадии победы над судьбой. Есть три всего стадии. Первая стадия. Человек принимает человека такой, какой он есть, понимая, что это и есть его судьба. Это первая стадия. Вторая стадия победы над судьбой. Это оценить объем работы. Ну, то есть ты не просто принял человека, а также понял, сколько тебе надо трудиться, сколько, чтобы поменять эту твою судьбу. И потом третья стадия – это труд. Человек начинает трудиться, он знает, что все нормально. Понимаете, первая стадия называется стадия испуга. Я захожу на кухню – бардак. Я из лесов вышел и снова зашел, да? Ну, то есть я захожу на кухню – бардак, и выхожу из кухни. И больше туда не захожу. Почему? Потому что страшно, скука работать. Это первая стадия. То есть люди обычно первой стадии не верят, что это их кухня. Моя кухня была нормальная, что такое, почему так, я не понимаю. Вот. На второй стадии человек заходит, смотрит. Главное – это не слишком сильно верить, что здесь я помру. Ее, эту кухню, чище. Ну, начинаю понемножку. Я хочу сделать чуть-чуть просто. Что-то чуть-чуть сделать, помыть эту кухню чуть-чуть. И когда человек принял, что он может ее вымыть, по чуть-чуть начал мыть, это уже третья стадия, означает, что она будет чистая. Приведу пример. Очень много меня окружает людей, которые меня любят, искренне любят и заботятся. У меня в саду, на заднем заборе растут колючки вот с такими иголками. На южных городах, вот правда, такие есть акации, вот у них вот как кинжалы, вот такие здоровые иголки длинные. И эти акации, когда разрастаются, там невозможно ходить, они колются. Поэтому ребята, мои ученики, помощники, они взяли эти акации, все порезали и сложили под грушей. И они их сложили, а так как акации, вот эти вот веточки складываешь, их потом не вынуть, они все переплетаются. И вот под грушей у меня, под деревом не сжечь, не увезти. Появилась такая куча, по милости, любимых людей. Сначала я просто был в шоке, я не знал, что ты с этой кучей сделать, и это длилось где-то год. Я ходил вокруг нее, мне некогда, говорил. Я попытался, попросил опять же этих ребят, что-то с ней сделать, они пришли, покрутились, говорят, ничего сделать невозможно. Любовь здесь закончилась. Даже правда ничего с ней не сделаешь, они колются же, не вытащат, ничего. И я в какой-то момент думаю, вот я молюсь, там побеждаю судьбу везде, а почему бы мне судьбу со своей кучей не победить? То есть видите, я начал, оценил объем работы, на вторую стадию перешел. Я начал молиться по поводу этой кучи, и потом мне Бог в сердце подсказал. Ты говоришь, не надо ее вообще разгребать, все нормально. Ты просто разведи костер рядом, и возьми просто одну веточку из этой кучи, и посмотри, как она горит. Я думаю, что интересно, вот я хочу, правда, воспользоваться этим советом. Взять одну веточку из кучи, и посмотреть, как горит. Я разжег костер, взял веточку, положил, смотрю, горит классно, интересно, так горит. Надо еще одну веточку взять. Ну где же ее взять, они все переплетены. Я начал стараться там вытаскивать. Через полчаса вся куча сгорела. Я сам не заметил, как. Понимаете? Но просто подумать о том, чтобы с ней что-то сделать, у меня вызывало в сердце боль. Точно так же у вас сейчас вызывает в сердце боль самомысли, что этот человек с женскими качествами характера, мой муж, моя судьба. Так, а сейчас как? А сейчас как? Замечательно. Приняла. Или не полностью? Все замечательно приняла. Теперь надо его начинать поливать не вот этими испражнениями, которые всю жизнь вы поливаете. Ты похож на женщину. Ну, в своем уме. Понимаете? Не этими испражнениями его поливать. А теперь начните его поливать нектаром. Найдите в нем мужские качества. Например, он у вас очень принципиальный, честный человек. Так? Самое лучшее мужское качество. А, все, я перепутал. Это вы такой честный человек? Ага, я могу перепутать иногда. Это вы честный человек, а он трудолюбивый, да? Терпеливый еще, терпит вас. Да, не терпит вас совсем? Он терпит, но может истерично терпит. Истерично терпит. Ага. Ну вот, давайте, мы нашли уже трудолюбивый, да? Все. Вот это поливаем. Вглядите сегодня с лекцией, скажите, я поняла, что самое главное в тебе качество, которое есть у тебя в характере, это то, что ты трудолюбивый. И что, все? Что, вы хотите сразу, это, стулья, что были? То есть деньги заплачены, где услуги, да? Нет, просто вот и все. Вот и все. То есть ты, на самом деле, у меня трудолюбивый человек. Это самое главное. Вот и вы пишете все недостатки, с одной стороны его, вот все недостатки написали, и с другой стороны только одно достоинство, трудолюбивый. Потом после молитвы вы молитесь, вспоминаете его, и в какой-то момент вы почувствовали, вот этот недостаток, что он истеричка, это все ерунда. Это я просто его так достаю, я, кого хочешь, сделаю истеричкой, зачеркиваю. Вы когда сегодня у меня на приеме были, я это почувствовал. Это я с любовью сказал вам. Обмен опытом. Тихо, 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 тихо. Зачеркиваем, да? Истеричка, не то, что истеричка, это я его достаю просто, зачеркнули. Прибавили. Терпеливый, он же со мной живет все-таки. Сколько лет уже, не бросает. Терпеливый, пишем. Второе качество. То есть здесь стало меньше, здесь стало больше. Когда выровнится, вот так станет одинаково, в этот момент вы начнете его уважать. И вы станете... Нет пока. Вы его просто приняли в жизни. На первой стадии любви вы находитесь. Вот когда вы... Вы напишите, напишите, и посмотрите, где больше. Вот когда выровнится, вы начнете его уважать. А когда здесь останется одно, а здесь очень много, в этот момент верность наступит. Только не обманывайте себя. Честно вот так вот живите. У вас все будет хорошо. Очень хороший человек. Да. Вы терпели мое замечание. Люди, знаете, как не любят правду о себе. Вы терпели, я сказал. Я смотрю, наблюдал за вашим сердцем. И вы терпели. Видите, какой вы хороший человек. На самом деле вы очень искренний, добрый человек. И вы хотите всех любить, и поэтому вот это так проявляется у вас. Но он этого не знает у вас. Если он узнает, что вот вы так себя ведете, потому что вы хотите любви, как бы любить хотите, заботиться обо всех, тогда он будет терпеть вас сколько хочешь. Я увидел вот это качество в ваших сердцах и понял вас. Видите, как жизненная такая непростая штука. Вот кажется, все вот так. Понимаете? Вот кажется, вот так вот все. А потом начинаешь разбираться, и оказывается, все наоборот. Понимаете? Все наоборот. Это страшно. Судьба человека, это страшно запутанная вещь. И вот это вот восприятие, это такая штука ужасная. Понимаете? Мы искренне верим, что вот это так, вот как мы видим картинку. Но на самом деле, эта картинка, это и есть мой экзамен, понимаете, который мне надо сдавать. Потому что настоящая картинка, она совсем другая. И это страшно признать и понять. Потому что человек по своей природе, он совсем другой, не такой, как мы его видим. Понимаете? Он очень смелый человек. Вот этот человек, с которым вы живете, он очень смелый в сердце. Я его сейчас вижу. Да? Он очень смелый, но вы этого не знаете. И так, двигаемся вперед. У нас сегодня будет необычный концов. Я должен закончить пораньше, потому что у нас будет еще пораньше. Так, 7. А, ну да, у нас еще полчаса есть. У нас сегодня будет очень интересная дальше программа. У нас есть клуб благости все-таки в Уфе. И там такая замечательная девушка. Еще даже, кстати, не замужем. Кому-то сильно повезет. Вот. Она может подняться. Маргарита ее зовут. Она такая замечательная. Красавица такая. Смиренная. Ее многие знают из вас. Она участвовала в организации. Вот. Ну, пригласите, Маргарита, в сердце благости. Спасибо, Маргарита, большое. Она так вкусно готовит и вкусно кормит. Сегодня меня так накормило, что я еле на лекцию приехал. Вот. Дальше. Еще раз хочу сказать. Кто из вас еще не купил билеты на моих любимых артистов, которые к вам завтра приедут, сделают замечательный, совершенно потрясающий спектакль? Вы увидите духовную игру. Не вот эту вот игру, а в обычном театре, а эту игру, в которой, ну, духовные чувства задействуются, людей. Вы поймете, кто такой мужчина, как он изнутри устроен. Вот такая женщина. Это называется театр нити. Кто из вас еще не купил и купит билеты? Поднимите руку. Еще так мало. Что, много купили? Все? А? Сколько купил человек? Все должны купить, вот все, кто в зале сидит, должны купить билеты, прийти. Вы не пожалеете. Пожалуйста. В феврале сюда приезжает мой друг, соратник, Олег Гадетский. Он открыл этому миру другую совершенно психологию, духовную психологию. Он психолог, и у него целая команда психологов, он воспитывает их. Вот, он прочитает свой семинар. Приходите тоже на него. Есть Алексей Карпичников, это тоже мой друг, соратник. Он живет прямо здесь, в этом городе. Он тоже читает лекции. Не такой известный, как я, но он очень замечательный человек. Я советую вам тоже сходить на его лекции, послушать. А? Алексей Карпичников. Карпичников. Я его по-духовному имени знаю. Карпичников. Вот, дальше есть еще один лектор и певец, то есть он тоже замечательный человек, Олег Казабаев. Казакбаев. Я по-духовному имени знаю, поэтому как бы... Вот, он тоже прочитает здесь лекции. Написали немножко коряво. Вот, есть еще один человек. О, сколько у вас приезжает, удивительно. Павел Цимбаленко. Тоже это из Волгограда. Мой друг. Тоже он приедет, прочитает лекции. Приходите. Ярослав Климанов. Уже был, да, Павел? Уже. Он параллельный, да, Павел. Он в Уфе сейчас живет? А, родом из Уфы. Он сейчас в Волгограде. Ну, хорошо, родом из Уфы. Хорошо, будем знать. И также Ярослав Климанов, который я в песне ставил, он тоже приедет еще, да? Был уже. А что тогда мы рекламируем? Хорошо. Также еще есть у нас общее дело. Жданов Владимир Георгиевич. Есть в холле вся информация об этом. Пожалуйста, участвуйте в этом проекте, переписывайте лекции, его распространяйте, помогайте этим людям, которые вот помогают в борьбе с пьянством. Вся информация желательно в следующий раз в печатном виде, чтобы я мог прочитать нормально. Итак, у нас осталось не так много времени. Можно немножко позадавать вопросы, чуть-чуть. Мы как бы будем пытаться побеждать судьбу, учиться. Вопросы, пожалуйста, только по этой теме. Победа над семейными трудностями. Если у вас этот вопрос, задавайте. Нет, значит, не задавайте. У кого на тему... Да, вот, пожалуйста, женщина. Хорошо. Брак гражданский означает брак. Это тоже брак. Да, у меня двое детей, маленький ребенок. И сейчас получается так, что... Ну, надо... Мой же не случайный ребенок, и брак, 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 и брак. И вот, и я думаю, что все хорошо. Как будто живой, живой, ну, не надо ничего. И получается, что вышел, он работает, и как-то упоро... Ну, и он заработает. Семья... Дед остался... Так, я не знаю, где есть. Получилось так, что два месяца, на такой же ребенке, он меня поменял, что сейчас уходит девушка, когда-то с отношением со мной. А я это вот даже не знала, не знала, не знала. И ребенок, когда я просто таксована была, что случилось, ну, у меня был вопрос, где я, что ты не дошел. Ну, такой-то не какой-то. Он сказал, а я в таком-то, я не буду говорить, что я не буду говорить. Я не буду говорить, что это больно продолжать. Надо продолжать. И мы не дошли, просили маму, ну, что это? Ну, не все никак, это ребенок, который он говорит. Ой, аж чуть не ягод. то есть вы вы имеете объем работы в сердце до определенный надо сейчас молиться и успокоиться простить вот это первое что нужно сделать иначе ничего не будет понимать просто простить он же хочет с вами отношения дальше продолжать строить отторжение означает что вы обижены просто вы не ожидали да а я ведь на лекции говорю что если люди не не верны друг другу они еще не достигли настоящей любви не расписываются живут просто так то рано или поздно это заканчивается вот так как у вас закончилась то есть нужно глубже воспринимать человека нужно служить ему пытаться нужно пытаться его понять вот он допустим искренне вам сказал я запутался искренне дайте ему возможность распутаться ведь вы ничего не теряете при этом а если у вас нет чувства к нему это тоже не проблема она появится со временем такого давно уже рядом с вами нет потому что вы же просто наслаждались друг другом потом надоели друг друг другу теперь разошлись а надо по-другому жить начинать надо служить человеку заботиться увидеть его глубину почувствовать попытаться растопить кусочек льда стену пробить попытаться быть ближе совесть чтобы проснулась человеке знаете он никуда не ушел еще он просто не может не может переносить то что произошло понимаете он также как вы не может это перенести он глаза осмотреть вам не может переварите свою судьбу в своем собственном сердце перестаньте идти на поводу у нее в молитве победите себя где станьте сильнее судьбы хорошо я не вижу пока ничего плохого все нормально пока ваша жизнь нужно сейчас работа трудиться сердце ну вот девушка сильно хотел задать вопрос понимаете что надо просто сейчас ей простить понимаете да когда прощаешь тогда дальше что происходит между людьми начинается притяжение опять до притяжение пошло дальше как бы вы вы же сами сказали я как бы перестал не обращать внимание он женщина мужчина не может быть жить без любви ведь он девушка говорит три мужика у нее один меньше другого и все хотят любви и спать даже бунтует говорит даже я не буду спать пока мама ты не будешь со мной рядом без любви невозможно жить понимаете человек не может без любви жить и вы как бы перестали любовь давать человек он нашел в другом месте что делать надо простить ему сейчас и просто прийти к нему сказать возвращайся холодным утром возвращайся не очень трудно возвращайся и оставайся возвращайся я без тебя устал но ведь я это будем все равно же мы несмотря на номера зала вопрос как записка у меня первое второе образование такое работаю на работаю так-то так-то живу с мужем три года снова года меня увольняют посоветуй пожалуйста какую сторону мне лучше пойти не хочу трудиться ради денег хочу ладно на благо людей работать вы знаете знать не надо об этом беспокоиться вы работаете там где бог даст а в свободное время учитесь молитве учитесь духовному общению ходите на клуб благости постепенно развивайтесь как личность понимать человек не может сразу начать работать на благо людей это зависит от его развитости если человек развивается как личность постепенно его возможность до приносить пользу людям возрастается по мере его развития внутреннего поэтому сначала просто работайте там где работаете и развивайтесь как личность придет время и ваша работа поменяется это не сразу происходит но вот девушка давать ну что сделал ваша судьба такая надо воспитывать его ставить условия как правильно жить вы не запутались вы оценили объем работы просто вы сейчас дальше слушайте лекции не говорите что вы ушла а просто ну как бы скажите у нас временно передышка просто пытайтесь все понять и надо понять что мужчина он меняется надо просто ставить ему условия развивать его любовью объяснять как правильно себя вести как жить пробовать жить вместе не получается опять раздельно и так постепенно развивать отношения и молитвы пытаться пробить свою плохую судьбу вот бог дал вот этого человека трудитесь с ним если вдруг потеряете этого человека не сможете справиться ничего страшного в этом нет бог даст еще другого человека но сейчас вот остался этот я не вижу чтобы он вам кого-то еще давал трудитесь над отношением я думаю что все таки мы сейчас не сможем дальше продолжать вопросы потому что уже без 20 10 а меня попросили закончить раньше нам еще надо повторять я желаю всем счастья поэтому все сядут прямо должны сесть прямо все вопросы и ответы есть в интернет у меня даже на сайте есть такие лекции ответы на вопросы целые лекции по три часа можете прямо слушать и там найдете свой вопрос и свой ответ за две-три лекции обычно люди находят ответ на свой вопрос а сейчас мы будем трудиться душой учиться сейчас вы послушаете еще одну духовную традицию это уже ведическая духовная традиция и вы послушаете голос одного человека очень возвышенного который также как я но не читает лекцию он садится перед аудиторией он живой человек то есть сейчас его можно увидеть даже в индии он садится перед аудитории поет о боге когда поет такой концентрации это то что у него слезы из глаз льются и пить по 50 тысяч человек приходит его послушать и люди в таком счастье находится что все вопросы их жизни решаются просто за два-три часа его пение и сейчас мы